В этом доме часто звучит музыка, которую любил Владимир Ильич Ленин. Хозяин квартиры старейший томский педагог Виктор Фёдорович Козуров. Полвека собирает он документы, связанные с жизнью и деятельностью вождя революции. Многие экспонаты уникальны. Гордость коллекционера – редчайшее издание. Первый номер «Ленинской правды». Брошюра Луначарского, напечатанная в 1924 году. Марки, значки, медали. У каждого предмета в этой коллекции своя история. Здесь часто бывают историки, краеведы, писатели, гости города. Но самой ценной, конечно, является вот эта. Первая советская, первая ленинская, выпущенная в 1919 году. Замечательный русский скульптор-классик Степанов. Не имея возможности обратиться лично к Ленину, обратился к Луначарскому с просьбой, чтобы тот помог ему, средствами его искусства, запечатлеть в веках образ Владимира Ильича. Луначарский понял, согласился. Последовательно, одна с другой, он дал ему четыре записки на право входа на митинги, рабочее собрание, где выступал Ленин. Где он и завесовывал его потихоньку. Создав нужный эскиз, показал его Луначарскому, тот одобрил. В результате монетный двор отчекаем несколько таких медалей. Сколько точно сказать не могу. Виктор Федорович хочет передать коллекцию в партийный архив Томского областного комитета партии.